Друзья, всем привет! На связи Максим Петров, рад приветствовать. У нас сейчас идет ожидание заседания Центрального банка России, и тут говорят, что Центральный банк повысит процентную ставку. Давайте я расскажу, что я по этому поводу думаю. Денежно-кредитная политика Центрального банка, она призвана управлять двумя вещами. Первое – инфляция. Второе – безработица. Потому что инфляция и безработица – это два противоположно-зависимых параметра. Это значит, что если у нас высокая инфляция, то, скорее всего, у нас низкая безработица. Все пристроены, конкуренции на рынке труда нет. А экономика, предприятия, сфера услуг, сфера производства, они начинают конкурировать за рабочие кадры, потому что их нет, безработица низкая. И, соответственно, если тебе нужно расширяться, если тебе нужно повышать производительность, ты должен где-то забрать. Ты начинаешь хантить, идти в соседние предприятия, смежные отрасли, чтобы найти себе сотрудника, а этот сотрудник уже устроен. Ты ему говоришь, а я тебе денежек больше дам. А он такой приходит к своему HR-специалисту и говорит, слушай, я увольняюсь, а потому что мне вот этот вот человек сказал, что они мне больше заплатят на 20%. А тот, у которого уходит, у него у самого запрос тоже на расширение штата, потому что государство финансирует, ВПК, например. Он говорит, нет, дорогой, давай ты не будешь у нас уходить, давай мы тебе тоже столько же согласуем, может быть, ты даже меньше по времени будешь работать, и еще тебе там дадим дополнительно 2-3 дня отпуска. Начинается конкуренция, конкуренция в первую очередь по заработным платам. Люди начинают больше получать заработные платы, соответственно, они могут больше потратить денег, это разгоняет инфляцию. И центральный банк такой смотрит, так, ребят, что-то надо с этим делать, чтобы инфляции дальше цены не росли, то в этом случае мы должны повысить процентную ставку, должны сделать стоимость денег более дорогой, чтобы люди не тратили. Чтобы даже тот же самый работник, у которого увеличилась заработная плата, он такой пришел, говорит, ух ты, мог бы квартиру, конечно, в ипотеку купить, но ипотека с 6% выросла до 12-14%, дороже стала, и банк предлагает мне на депозит там на один год 16%, то есть если у меня миллион есть, я сверху 160 тысяч рублей в год получу, а если 10, то миллион 600. И получается, он в ипотеку не покупает, он начинает размещать эти деньги на банковском депозите. Машину он не покупает, он размещает деньги на банковском депозите, что приводит к тому, что это оказывает противоположное воздействие на рост цены. Вопрос, угадал Максим, не угадал Максим, не должен перед вами стоять. Вы самостоятельно можете прогнозировать на основе отслеживания двух показателей. То есть вы можете спрогнозировать, что будет центральный банк делать со ставкой, когда вы смотрите на два показателя. Уровень безработицы в стране, инфляция, то есть каковы реальные цифры инфляции в годовом исчислении, растет она, замедляется, стоит на месте. И еще такой связанный фактор, инфляционные ожидания у населения. Почему у населения начинает расти инфляционные ожидания? Потому что у них доходы начинают увеличиваться. И когда доходы начинают увеличиваться, и говорить из всех утюгов, доллар будет по 150, люди такие, блин, если доллар будет по 150, это получается все импортные товары будут дороже процентов на 60 через 1,5-2 года, поэтому я лучше сейчас потрачу. Люди, чтобы погасить эти инфляционные ожидания, идут в магазин и покупают, увеличивая тем самым спрос. А продавец не может предложить соответствующее количество товаров, и цену начинает повышать, начинают заработать законные спросы и предложения. Почему все следят за заседанием Центрального банка, и особенно следят за комментариями после заседания? Потому что в комментариях и глава Центрального банка, и зампреда говорят, что происходит с ожиданиями населения. Если вы посмотрите, откуда суета началась, что все плохо, что процентную ставку повысит. Потому что Центральный банк говорит, да, мы ставку повысили, и повысили ее существенно, думали пока не повышать, просто посмотреть, понаблюдают, но инфляционные ожидания населения по-прежнему находятся на высоких значениях. И Центральному банку нужно это погасить. Но дело в том, что те инфляционные ожидания, то, что происходит с реальной инфляцией, повышение на 1%, даже до 17% процентной ставки Центральным банком, но ситуацию не спасет. То есть повышать нужно кардинально, радикально, до 20-25%. На это в текущих условиях никто не пойдет. Рассуждение, философствование по этому поводу может быть сколь угодно долго. Давайте к предмету, что делать, исходя из этих ожиданий. Первое. Понимать зависимость. Что ставка Центрального банка, в первую очередь, в нормальной экономике, не закрытой, она зависит от уровня безработицы и от уровня инфляции. Инфляция, в свою очередь, зависит от инфляционных ожиданий. В России основной причиной роста инфляционных ожиданий является низкая безработица и перегретая экономика. Отдельное ее направление ВПК. То есть есть заказ от государства. ВПК, соответственно, за собой тянет всех подрядчиков, металлургов, химиков, физиков. По экономике начинает расползаться и доходит непосредственно до людей. Импульс, как правило, бывает очень динамичный, очень эффективный. То, про что говорят, да, что мы по итогам прошлого года всех обогнали в росте. Ну, правильно, государство профинансировало. Но со временем этот импульс будет теряться. Ожидаю ли я повышения ставки? Скорее да, чем нет. Повышение, скорее всего, произойдет от 0,5% до 1%. Говорить о том, что это как-то серьезно повлияет на инфляцию, скорее нет. Это будет оказывать давление на рынок облигаций и рынка долга. И это будет оказывать давление на рынок акций. Какая зависимость рынка акций и ставки центрального банка? Когда центральный банк повышает процентную ставку, это влияет на доходность облигаций. То есть, если сейчас центральный банк повысит до 17%, доходность облигаций тоже должна вырасти по всей кривой доходности на 1%. То есть, облигации должны пасть в цене в зависимости от дюрации от 3% до 15%. С одной стороны, это болезненно. Особенно для людей, кто покупал облигации с фиксированным доходом. С другой стороны, но не спасет эту ситуацию от инфляции, помимо гашения вот этого стимулирующего эффекта государственного финансирования ВПК, схода на нет этой ситуации, ситуация с инфляционными ожиданиями начнет выправляться. Инфляция начнет замедляться, и ЦБ пойдет на снижение процентной ставки. Что бы делал я в текущих условиях? Полугодовые годовые депозиты под 16% интересны. Очень интересным может стать начало покупки облигаций. После заседания 7-го числа, когда будет принято решение, если процентную ставку повысит, рынок долго обязательно на это отреагирует. Можно будет купить привлекательные облигации, зафиксировать для себя на горизонте в 5-10 лет доходность от 15% на весь срок. Очень хорошо, я думаю, отработают в этом случае фонды ликвидности, которые есть на российском рынке ценных бумаг, потому что они напрямую привязаны к ставке. Поэтому там паи фондов подрастут. Как раз-таки где-то на 1% будут давать высоколиквидную доходность в районе 16%. Ну и линкеры будут как бы в топе, потому что они доход дают привязанный к инфляции. То есть до конца лета линкеры, флуатеры можно держать в портфеле. Если у вас они уже были в портфеле, их лучше продавать, переводиваться в среднесрочные и долгосрочные облигации. До конца лета, после небольшой коррекции, после 7-го числа заседания, на ожиданиях рынок немного просядет. Плюс дивидендные ГНП. Можно покупать отдельные акции, что я и буду делать в проекте. Миллион долларов за 8 долларов в день. Для своих детей у нас планируется летом большая покупка. Это практически на 100 тысяч рублей нужно будет закупить акции. Причем должно прийти достаточно большой объем дивидендов. Более подробно о проекте вы можете узнать в ссылочке к данному видео. Есть бесплатный мастер-класс. Как достигаю капитала в 1 миллион долларов, инвестирую в акции российских компаний. Там все подробности. Этот момент буду, конечно же, использовать сейчас. Очень интересная история. Потому что, когда растет ставка ЦБ, растет доходность депозитов, растет доходность облигаций, акции становятся непривлекательными. Акции начинают продавать и перекладываться в облигации. У меня уже много облигаций было. И у меня сейчас есть и хорошие ресурсы. Дивиденды, которые придут, доходы, которые концентрируются от выплат, купонов по облигациям. Облигаций достаточно высокая доля была. То есть, это хороший момент, будет на лето переложиться в акции. Ну, а там дальше будем непосредственно смотреть. Резюмируем по теме ЦБ. Ставку, скорее, повысит. Потому что высокие инфляционные ожидания снижать начнут не раньше 2025 года. Сейчас основные данные, которые влияют, растут инфляционные ожидания, низкая безработица, это импульс для инфляции. Каким образом еще это можно погасить? Увеличить налоги. Дифференцированное изменение налогового. То есть, кто сколько получает, сколько платит. Начинают там люди конкурировать по заработным платам. Значит, чтобы разница в этой заработной плате не пошла в экономику, не давила на инфляцию, заплатите государству просто дополнительный налог. Думаю, что мы увидим значительные изменения в рамках законодательства по банковским депозитам. Население имеет на депозитах порядка, по различным оценкам, от 40 до 50 триллионов рублей, которые лежат сейчас под ставку 15%. Это у нас получается 7,5 триллионов рублей только банковских процентов. Не возвратных депозитов. Процентов, которые должны быть выплачены. С пониманием того, что физические лица, дружественные резиденты, которые работают на российском фондовом рынке, общий объем их активов на российском фондовом рынке по текущим ценам оценивается где-то в районе 11 триллионов. То есть 7,5 триллионов это депозиты, 11 триллионов это, соответственно, деньги, которые будут получены. И на эти 7,5 триллионов рублей по банковским депозитам, скорее всего, придется какое-то изменение в рамках законодательства, связанного с дополнительной оплатой какого-то налога специального, который может быть введен. Иначе очень высокое давление. Оборотной стороной этой истории является то, что если центральный банк повысит до 17, до 18, до 20%, с этой базой физических лиц в 50 триллионов рублей вы ничего не сделаете. То есть, значит, надо будет платить более высокую. А это опять инфляционное давление. Кто-то из аналитиков, из блогеров говорит, что это проблематика, что это инфляционное ожидание будет только подстегивать. Да нет там никаких проблем. Проблемы будут со стороны государства влечены очень просто. Это увеличение налоговой нагрузки по доходам от банковских депозитов. И подумайте тогда, куда это все пойдет. Это или недвижимость, но недвижимость перегрета и не будет большого стимула. Или вторая история на фондовый рынок. Но опять никто не отменял, и фондовый рынок себя еще покажет, да, как акции справляются с функцией защиты средств от инфляции. Акции долгосрочно всегда стерилизуют инфляцию. Всегда. Компании с потребительского сектора, которые могут инфляционные издержки перенести на население, топ. Ну то есть это продуктовый ритейл, смотрите. Пока воздержимся от упоминания каких-то отдельных имен. В ближайшее время лично я назову имена, какие покупаю в рамках проекта Миллион за 8. Еще раз напомню, что ссылочка в описании к данному видео. Вы можете присоединиться с тем, чтобы уже в июне сделать свои большие инвестиции. И первые шаги для создания, сохранения и приумножения своего финансового капитала. Сегодня у меня на это все. На связи был Максим Петров. Удачи. Пока-пока.